Ольга Владимировна, добрый день. Добрый день. Сегодня у вас первый рабочий день как председателя городского совета и временно исполняющей обязанности главы города. Как начался день у вас? День начался обычным образом. Обсудили планы на день. Состоялось понимание вопросов, что предстоит сегодня сделать, что нужно сделать в первые дни. Какие важные мероприятия должны состояться и как к ним готовиться? Вчера была первая сессия, которая наделилась всеми полномочиями. Как впечатление прошедшей сессии? Сессия была, на мой взгляд, как я присутствовал на ней, была такой непростой. Мне трудно с чем-то сравнивать, потому что это была для меня первая сессия и она была такой, какой была. Когда мне будет возможность сравнить, я могу делать выводы. Сейчас для меня это была первая сессия. По крайней мере, на мой взгляд, такие, конечно, очень интересные, с своим мнением, с позицией собрались депутаты. Как вы думаете, вам как председателя удастся, скажем так, сплотить, объединить и настроить на какую-то такую общую работу? Ну, а с другой позиции и не надо было приходить. Я затем и пришла, чтобы объединить, сплотить и настроить работу. Ольга Владимировна, ну, дальше уже как будет развиваться ваша работа, как планируете ее делать? Работа будет выстраиваться следующим образом. Подготовка второй сессии, на которую необходимо утвердить перечень комиссии и персональный состав комиссии, а также до этого провести заседание рабочих групп комиссий, выбрать и определиться с председателями и заместителями председателей и начать работу комиссии. И, конечно же, важно еще на оставшиеся месяцы текущего года сформировать план. Вот смотрите, вчера на сессии определились, что два ключевых поста займут представители партии «Одинная Россия». То есть вы и Елена Чуркина, председатель и зампредседатели, могут ли другие депутаты от иных партий рассчитывать тоже на какие-то общественные должности в комиссиях непосредственно, на председателя или на заместителя? Я думаю, что это решение депутатов будет, и придя работать в депутатский корпус, каждый имеет равные права. То есть, в принципе, есть шанс, что кто-то из депутатов от оппозиционных партий также, соответственно, займет какие-то руководящие посты в этих комиссиях? Все возможно, потому что как проголосуют депутаты? Ольга Владимировна, сегодня вас представили коллективы администрации города. Как планируете взаимодействовать с администрацией? Да, действительно, мы сегодня познакомились, и на самом деле оказалось, что практически всех людей я знаю, и мы уже в процессе моей деятельности, будучи директором школы, уже сталкивались в работе и знакомы с этими людьми. Мы договорились о том, что мы будем планировать свою деятельность каждый день и понимать задачи на каждый день и на неделю в целом. Ну и в этом плане, как бы, Владимир Петрович, соответственно, готов взаимодействовать, готов о своих планах вас посвящать. Да, потому что сейчас одним из важных вопросов является, опять-таки, организационный, потому что муниципальные комиссии должны продолжать свою работу, в них должны работать депутаты, и необходимо персональный состав этих комиссий обновить и с депутатами уже начать работу этих муниципальных комиссий, потому что скоро проект бюджета, необходимо просто очень-очень быстро начать работать. Ольга Владимировна, ну и каждый вот приход в город Назарова, в городе Назарова нового руководителя связан с определенными кадровыми перестановками, принятием каких-то кардинальных, жестких решений, зачастую как бы связанных с какими-то вот острыми моментами. Вот чего ждать коллективу горсовета, администрации, но вообще жителям города? Я думаю, что сегодня, завтра, в ближайшее время мы будем работать в том составе, в котором он был. То есть и администрация города, и горсовет, мы будем работать так, как продолжать работу с теми кадрами, которые есть. Возможно, после проведения выборов главы города, изменением структуры администрации, возможно, и будут какие-то изменения. Ну а на сегодняшний день мы работаем с теми людьми, которые работали до начала полномочий горсовета 5 СССР. Ольга Владимировна, ну и в завершение нашего первого с вами разговора хотелось бы вам предложить обратиться к жителям города, уже как к председателю городского совета и временно исполняющей обязанности головы города. Уважаемые назаровцы, городской совет 5 СССР начал свою работу, провел первую сессию. Все депутаты городского совета понимают сегодня, что необходимо решать очень много вопросов в городе и необходимо их решать конструктивно, быстро и с пользой для жителей города Назарова. Поэтому депутаты городского совета настроены работать, готовы принимать и слушать мнения жителей города Назарова и выполнять те наказы, которые мы сумели собрать во время проведения предвыборной кампании. Поэтому я думаю, что работа будет конструктивной и на благо города Назарова и жителей города Назарова.